Здравствуйте! С вами видео на ATC UA, журнал Mobility и извечный вопрос ноутбук или нетбук. До сих пор при его рассмотрении нам всегда приходилось делать скидку на диагональ, на разницу в размере. Сейчас же нетбуки и ноутбуки встречаются на равных в одном форм-факторе 12 дюймах. Итак, два продукта, одна ценовая категория, но один из них нетбук, а второй ноутбук. Угадайте, кто есть кто. Встречайте, Asus S121 и MSI Wind U200. Если присмотреться, то классификация обоих этих продуктов достаточно спорна. Asus S121 – увеличенная версия известного нетбука EPC S101. Как-то незаметно, Asus исключила 121-ю модель из линейки EPC и даже не рекомендует называть ее нетбуком. Но компьютер основан на платформе Atom, хоть и с процессором Z520, да и остальное оснащение типично нетбучное. Что касается продукта MSI, то его обозначение Wind U200 роднит его с нетбучной линейкой. Но внутри у него процессор Celeron и операционная система Windows Vista, и благодаря этому он претендует на принадлежность к более высокому классу. Окей, условимся считать, что это нетбук, а вот это ноутбук. Давайте сравним их по пунктам. Внешность, конечно же, интереснее у Asus. Он тонкий и элегантный. Глянцевая с искрой крышкой, металлические детали корпуса, рабочая панель с фактурой под кожу, стальные детали шарнира с насечкой и даже два маленьких стразика. Все это еще год назад стоило бы за 2000 долларов. Что касается MSI, то, пожалуй, зря они расстреляли своих старых дизайнеров, новые еще хуже. Внешне U200 напоминает увеличенный ноутбук Wind и сделан из очень скромного глянцевого пластика. Белый корпус с черной каймой экраном сочетаются плохо, ну а белые резиновые амортизаторы крышки и вовсе выглядят чужеродно. В общем, даже в дешевом продукте хотелось бы больше утонченной внешности. Экраны, несмотря на равные диагонали, имеют очевидно разные пропорции. У ASUS 16x10, у MSI 16x9. Более высокое разрешение у MSI, но у ASUS есть одно минимальное преимущество немного больше точек по высоте, что важно при работе с таблицами и интернетом. Углы обзора по горизонтали лучше у MSI, по вертикали одинаково плохи у обоих. Но цветопередача однозначно лучше у ASUS, фотографии на дисплее MSI выглядят гораздо более бледно. Что касается эргономики, то MSI первым привлекает внимание благодаря крупным клавишам. Казалось бы, благодаря пропорциям экрана корпус MSI должен быть шире, но на самом деле по ширине продукты одинаковы. MSI лишь заметно меньше в глубине. Что касается ASUS, то и у него клавиши совсем другие, чем у более ранних моделей. Они также крупные и плоские, при этом более удобно сделаны стрелки, которые у MSI заужены. Тачпад у MSI маленький, а главное глянцевый, поэтому палец по нему скользит плохо. У ASUS же сенсорная панель крупная и очень приятная тактильно. Разъемы USB и аудио расположены примерно эквивалентно. У ASUS подключаемые в стационарном режиме разъемы LAN VGA и питание расположены сзади, что очень хорошо. Но зато также на задней панели находится 100 TSD, что не есть хорошо. У MSI он расположен гораздо правильнее, сбоку. Максимальные углы раскрытия не очень велики. У ASUS угол меньше, но зато в MSI тяжелая крышка в крайнем положении начинает перевешивать весь корпус. Если сравнивать конфигурации, то у ASUS процессор хоть и атом, но более высокочастотный. Хотя прямое сравнение частоты ни о чем не говорит. Ноутбучность MSI выражается в большем объеме жесткого диска 250 гигабайт против 160 у ASUS, в большем объеме памяти 2 гигабайта, а не 1, в лишнем порте HDMI, а также в использовании Windows Vista. Встроенного оптического привода нет у обеих моделей, да и во всем остальном продукты очень похожи. Производительность ноутбука MSI, как и следовало ожидать, выше, чем у нетбука ASUS. Разница в среднем составляет 30% во всех тестах. В жизни она выражается в том, что ASUS время от времени задумывается при выполнении операций, особенно дисковых, особенно с большими объемами данных. При запуске приложений и открытии файлов ETP MSI работает гладко. Играть на ASUS можно разве что во что-то не очень 3D-шное. MSI дает большую свободу выбора игр, но не на много. Нужно подчеркнуть, что Celeron 723ULV далеко не самый удачный процессор с точки зрения сочетания производительности и энергопотребления. Это не нашумевший CULV, или как говорят CULV, а процессор предыдущего поколения. Новый Corsolo SU-3500, который используется в Acer Timeline, дает намного лучший результат. Батарея в обоих компьютерах внушительная. У MSI это литий-ионная, явно расширенная батарея, емкостью 58 Вт-часов, далеко выступающая за пределы корпуса. С ней ноутбук работает 2,5 часа в режиме полной загрузки и 4,5 часа в режиме чтения. Это не так уж мало, но хотелось бы существенно большего, особенно в свете достижений того же Timeline. Проблема еще и в том, что у процессора Celeron отсутствует технология автоматического понижения частоты SpeedStep, поэтому он не снижает скорость при малой загрузке и потребляет энергию неэффективно. У Asus же легкая, плоская, отлично вписывающаяся в тонкий корпус литий-полимерная батарея на 7200 мАч, но при низком напряжении ее емкость составляет всего 52 Вт-часа. Тем не менее, с ней экономичный Atom работает порядка 4 часов в максимальном режиме и 6,5 часов в режиме чтения, и при этом очень мало берет. Что ж, если сравнивать непосредственно продукты, то выигрывает, разумеется, Asus. Это более зрелый, более тщательно проработанный продукт. Он выглядит много солиднее конкурента, имеет лучше проработанную эргономику, в произведенности уступает, но не слишком сильно, зато в автономности выигрывает практически наполовину. MSI же страдает от двух основных проблем. Первое, довольно неказистой внешности, и второе, явно неадекватного по нынешним временам процесса. Но зато, если говорить о концепциях и идеях, абстрагироваться от мелочей, то MSI выглядит безусловно перспективнее. Уже сейчас в нем лучше сбалансированы производительность, автономность и оснащенность. Если же представить себе, что в таком устройстве используется платформа с процессором хотя бы SU-3500, получается весьма интересный продукт. С одной стороны, что-то вроде входящих в моду тонких тренажек, с другой, несколько меньшее по габаритам. Такое себе решение для тех, кто предпочитает все еще полноценный ноутбук, но в более компактном исполнении. Насколько вообще этот формат будет пользоваться спросом? Я думаю, что, несомненно, какая-то доля потребительского интереса на него придется. И если рассматривать все форм-факторы, все диагонали ультрапортативных компьютеров, то спрос разляжется примерно равномерно. Перед нами были первые ласточки нового 12-дюймового формата. И мне кажется, они убедительно демонстрируют, что в этом форм-факторе предпочтительнее ноутбук. А как все сложится на самом деле, поживем, увидим. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин